Всем привет! Сегодня мне захотелось чего-нибудь сладенького. Я решил приготовить нутеллу. Первое, что нам необходимо, это взять орехи. Лучше подойдут грецкие, но также можно взять и арахис. Я поделю и того, и того пополам. Очистим орехи. Немного прокалим наши орехи. Также и арахис, если он у вас не жареный. Вообще любые орехи и те, и те, даже если они жарены с упаковки, готовы полностью к употреблению, все равно лучше немножко придать термообработке. Так это усилит их вкус и сделает его более насыщенным. После хорошего прожаривания дадим орехам некоторое время остыть. И по желанию очистим с них шкурку. Я этого делать не буду. Теперь с помощью кофемолки измельчим наши орехи. После 100 часов ручной работы мы получаем ореховое масло. Теперь перейдем к основному процессу приготовления. Возьмем блендер и смешаем 1 стакан сахара с 1 яйцом. Теперь добавляем 2 столовые ложки какао-порошка. И также все смешиваем. Теперь добавляем 1 стакан молока. И продолжаем перемешивать. После этого необходимо постепенно добавить 2 столовые ложки муки. Теперь самое время добавить наши орехи. Теперь переливаем получившуюся массу в сотейник. Отмеряем 25 грамм сливочного масла. Ставим нашу смесь на маленький огонь. И непрерывно помешивая, добавляем масло. Массу необходимо уваривать от 10 до 20 минут. Ну вот прошло первые 10 минут. Ее действительно необходимо постоянно помешивать. Буквально стоит лишь на несколько секунд ее оставить, как тут же она начинает пригорать. А вот спустя 10 минут она стала заметно гуще, но массы не стало меньше, на удивление. Я периодически ее снимаю с огня, чтобы не пригорало. Получается уже что-то вот такое. Думаю, еще несколько минут повариваю. Этого достаточно. О, первые бульки пошли. Вот это уже плохо. То есть, как плохо. Это гласит о том, что масса дошла до высокой температуры. Ну, в принципе, такая консистенция меня вполне устраивает. Теперь, выключив огонь, я ее продолжу помешивать в течение нескольких минут, пока она чуть-чуть не остынет. Затем разолью по баночкам и отправлю куда-нибудь на подоконник или на балкон до полного остывания. Ну что ж, самое время попробовать нашу Мунтеллу. Вот она. Прошло уже достаточно много времени. Посмотрим, как сильно она застыла. Ее можно намазать на хлеб или на печеньки. Я чувствую, что теперь у меня так же, как у этого печенька, Нутелла полезет из глаз. К слову, о том, сколько ее получается, достаточно много. Я почему-то думал, что будет намного меньше. Учитывая, как мало ингредиентов, сыр всего было задействовано. Ну что ж, попробуем. Очень ореховый вкус. Очень вкусно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк за такую вам восхитительную Нутеллу. И делитесь этим роликом с друзьями. До скорых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok